Во Дворце детского творчества провели встречу, посвященную Дню памяти воинов-интернационалистов. Говорили о патриотическом воспитании, мужестве и подвигах люберчан-участников Афганской войны. Подробности в нашем сюжете. Мновенько раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Во Дворце детского творчества собрались ученики из разных школ округа. Во время их выступления гости не сдерживали слез. Сравнивая день окончания вывода советских войск из Афганистана с Днем Победы. Около 500 люберчан приняли участие в Афганской войне. Один из них – Владимир Степанов. В 1980 году, уже зимой, я в составе своего батальона пересекал границы с Афганистаном. Никто не думал, что столько лет продлится эта война. Думали, что это будет гораздо быстрее. Домой Владимир Степанов вернулся спустя год и восемь месяцев. Живой и здоровый. Но радость пришла не в каждую семью. 28 люберчан, исполнявших интернациональный долг, родные не дождались. Один из них – выпускник шестой школы Алексей Мозгутов. Его призвали в 1981 году, 2 апреля. Он был разведчиком и умер, пытаясь спасти рацию. В нашей школе есть музей, в котором отдельный раздел посвящен ученикам, которые участвовали в Афганской войне. Я горжусь, что учусь в школе, где были они. Такие концерты-встречи в Люберцах проводят регулярно. В следующем году ее посвятят юбилейной 35-й годовщине окончания вывода советских войск из Афганистана. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.